Мазы, Евгений Давыдкин. Так, я плохо слышу, сейчас поясни где. Это где примерно? Это вот от Уфы 200 километров. Ага. Городок такой небольшой. Я заранее вам скажу, у нас все снимается, так что вас это не смущает? Нет, нет, я в курсе. Я в курсе. Мне очень нравятся ваши ролики. Я смотрю, и ваши общения с Сергеем Козловым, ну, в общем, беседы очень трогают, очень хорошо, очень. Я только беру пользу, много пользы приносят, мне лично. И, в общем, я не против, чтобы снимали меня, записывали. А как фамилия ваша? Давыдкин Евгений. Евгений. Давыдкин. Давыдский? Давыдкин. 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 Ну, ты запомни, как, потом я перепишу. Ага. Давыд, буква И. Ага. И кем. Хотел так записать. Так, хорошо, говорите, что у вас? И вот, я хотел спросить о тысячелетнем царстве. Вот говорили, ну, как есть, что это будет, только будет, все говорили. А от вас я вот слышал в роликах, что это уже как бы было, вот, уточнить, что, как бы, тысячелетнее царство было при пришествии Христа. Игнатий Тихонович. Так, сейчас хотел вам показать, где-то у меня она лежит здесь. Я не знаю, куда она делась, чтобы наглядно-то было вам. А вот она лежит, так, минуточку. Я не знаю, вам это видно или нет будет. Видно, видно. Видно. Вот, смотрите, как это будет выглядеть. Ага. Я буду говорить, а вы сразу тут глазами находите, что. Понял, понял. Когда Христос на Голгофе был, то это момент связания дьявола. Понял. Откуда это известно? 2.14 послания к евреям. Сейчас я заперзаю. Сильного. Понял. Понял, свяжет. Слово связать, связывать. А теперь нам нужно увязать слова. Говорит, ты был связан на тысячу лет. Угу. 20 глава, 4 стих, откровение. Откровение, 20 глава, 4 стих. Записал. Вот. Связан на тысячу лет. Связание мы нашли, где он был связан. Связан на Голгофе. Решил силы на Голгофе. И первое послание Яна, 3.8. 3.8. Для того, ты явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Записал. Если он их не разрушил, то это был не Христос, был обманщик. А если разрушил, для того он и явился. Это была его миссия. Угу. Тут надо щетко себя уже поставить. Если это Христос, значит, это действительно тысячелетие царства наступило. А почему не тысячи лет, а больше? Слово тысяча в Священном Писании означает много. Угу. Тут подо тебя тысячи, и десять тысяч справа тебе не приблизится. До тысячи у родов. Никогда тысячи у родов не будет. Если один род взять за 20 лет, а сегодня только 7,5 тысяч лет. Ну не будешь еще впереди. Такая же история. Ясно дело. Много. Ясно. И поэтому на Голгофе наступило тысячелетнее царство. И оно закончится, вот как здесь показано, вот это вот. Ровно за 3,5 года до пришествия Христа. Вот теперь все стало на место. Приходит Христос, а одно всеобщее воскресенье, не как у баптистов, что у них воскреснут праведники, потом придет. Этого нету. Написано то и другое. Жатва и плевела растут до жатвы. Угу. Плевела и пшеница до жатвы. А жатва кончина века. Так? Да. Так будет при кончине века. Праведные и неправедные будут на земле. Но Христос о тысячелетнем царстве нигде не учил. Почему? Потому что оно было под другими именами. Да придет царствие твое. Он говорил. Царство тысячелетнее, это царство евангельской проповеди. Да как как же написано, что сатана был скован. Он скован. Он скован. Он не имеет власти над верующим. А как же мы молимся, избави нас от лукавого. Или 16 глава 20 стих кремлянам говорит. Кремлянам. 16-20. Он прямо говорит об этом. И сокрушит сатану вскоре под ноги ваши. Он его сокрушает. А как? Поражает в голову верою. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Об этом евангелист Иоанн говорит. И поэтому нам сатану не просто бороться надо, а побеждать. Побеждать как? Он не может смотреть, когда мы живем в смирении. Понятно. Еще тут звонят где-то. Я уберу сейчас, кто и звонит. Отклоните. Так. Ладно. Вам это понятно? Да, спасибо. Понятно. Не буду еще говорить. Остальное вы досмотрите. Понял, понял. Я не отвлекаю вас. Нет, нет. Тут звонки. Я только что с Сергием этим разговаривал сейчас. С парализованным. А, ему большой поклон. Большой поклон. Так. О том... Еще хотел вопрос вот такой спросить. О том, где будут души, не знающих Евангелие, но живших благочестиво. Ну, например, допустим, они благое вести не знают. И Христа не знают никто им не сообщил. Может, это туземские племена какие-то и еще. Но сами по себе у них была такая система. Они жили благочестиво. И, может быть, даже по заповедям, по заповедям Божьим, но не знали сами этого. И вот куда такие души пойдут? Библия об этом прямо говорит. Не зная закон, они сами в себе закон. Они закон поступают по совести. То совесть их оправдывает, то судит. По совести судим мы. А где это мы знаем. А где они будут, мы не знаем. Но только мы знаем, что Бог справедлив. И не будет так, что некрещеный ребенок, раз некрещеный, в ад пойдет. Это глупости. Его не за что судить. Если он жил там правильно, а такие люди есть, вот такие, как Робинзон Круза, тот пятница, который с ним был. Ну, просто, не знаю, назовем просто героев каких-то. Нам не надо судить. Есть одно интересное выражение у Яна Златоуста. И он говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Вы можете его себе записать. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Это пишет самый плодовитый отец, Ян Златоуст, патриарх Константинопольский. Еще есть такое выражение, оно недословно. Но смысл понятен. Кирилл Иерусалимский. Он обращался к пастве и говорил, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Вот тут два условия. Во-первых, надо научить самому говорить по Библии, чтобы люди знали Библию. Я эти слова постоянно повторял на занятиях в университетах, везде, где бубил. Не верьте, вы узнавайте. Я не призываю им не верить. Но если это библейское изречение, найди толкование святых отцов. Ошибка сектантов, там, баптисты, это самое хорошее, которые еще, потому что они ближе всех к православию, в том, что они отверглись наследие церкви. Вот и написано, 11.28, 1 Коринфянам поставил одних, говорит, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Кого учителями? Апостолов называют? Называют. Пророков не могут назвать, а учителями никого нет. А мы можем. Игнатий Богоносец, по порядку, Ириней Леонский, Киприан Карфагенский. То есть, это учителя церкви, Григория Богостов, которым Бог открыл, а не Богом поставленные. Они так, Библия и закрыта, это нету. Дух Божий открывает по сегодняшний день. Это узкое сектантское мышление. Ясно. Дмитрий говорил, что такое секта? Секта это узость взгляда на истину. Он как через танковую щель смотрит. Он ищет, но он не может ее знать. Истина открыта в церкви. Потому что это наследие Духа Святого. И вот они начинают сектанты. 66 книг. В Библии 77, не 66 книг. 77. 77. И 66 книг никогда церковь не издавала. Только протестанты издают. Ни католики, ни православные, ни лютеране, даже лютеране еще издавали 77 книг. Так что, мы ничего не придумываем. Когда мы рассуждаем по какому-то... Мне Господь позволил издать Новый Завет. Вы видели мои книги? Да, в интернете видел. В интернете. Вот трех том в них. Полное толкование Нового Завета с откровением. Это огромный труд. Каждый стих, каждое слово истолковано. Я даю 297 комментариев. Приблизительно на свое время. Главное внимание блаженного Фефилакта, который он говорит о необходимости изучать Слово Божие и необходимости проповедовать всем. Я эти места раскрываю более широко. Показываю, что сегодня в церкви православной это не соблюдается. Я не тяну никуда никого. Я должен открыть истину и смиренно отойти в сторону. Вот это вот мне нравится у Вас такое качество, что Вы действительно, невзирая на саны, на лица, на должности, говорите. Даже вот когда я первый раз Вас услышал, у меня сразу ассоциации такие были, что пророческий голос, пророческий голос. Ну, я не возвышаю ничего, но просто вот как бы вот из таких вот древних времен человек встал и говорит вот так вот, да, на всю страну, тем более, и за рубежом. И открыто снимается вот это все. И это меня так здорово, так задело, очень даже. Очень. Я даже воспрялся сразу на молитву встал. Вот я обленился сам, лентяй я очень большой, в церковь давно не хожу уже, вот и все, хотел в себе разобраться. Почему от церкви, как бы я, от православной, как бы вот что, ну, отходить почему я начал, почему вот, и не мог причины вот в себе-то ищу, думаю, что же там не так, что же, ну, то есть, и вот поэтому. Ну, а потом вот как вас, ваши ролики посмотрел, вот ваши объяснения в свете Библии, открытым оком, так многое начало проясняться, многое начало как бы видеть, я стал слышать. И вот сразу подвигло на молитву, ну, прям я, ой, ну, вот спасибо вам, Игнатий, спасибо, большое спасибо. Это без лести, без ничего, это вот просто, я говорю, как на меня подействовало вот это вот ваше слово. Вы, когда будете молиться, на первое место выставьте такое, да будет воля твоя. Люди говорят, как вы можете радоваться в такой печали вот сегодня. Я не жду спасения ни Украине, ни Майдану, ни Западной, ни Восточной. Я не знаю воли Божией, потому что то, что мы знаем, это только крупица, мы смотрим, как тусклое стекло, гадательно. А когда конечный результат посмотрим, будем думать, ах, почему я наставил на своем, не надо было это. Написано, 48 глава 10 стиха Иеремия, Иеремия 48, 10. Угу, записал. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Проклят. И проклят, кто меч, меч Господень удержит от крови. Мы должны все принимать. Как Ева говорит, неужели мы за доброе будем благодарить, а за злое не будем благодарить. Ева, первая глава. Вот у меня сейчас эпиграф. Вам я расскажу коротко так. Я служил в морфлоте когда-то. А морфлот? М, Ф. Две буквы. М. Это глухонемые показывают, Ф. У меня теперь осталось это же за самое М и Ф. Молитва и форум. Не морфлот. Молитва. Что такое молитва? Вот у меня эпиграфом взято. Псалом 118. Запишите. 118. Стих 164. 164. Да. Звучит так. Семикратно в день, семикратно. Прославляю тебя за суды правды твоей. Чума, болезнь. Китай пришел. Умерла. Любимая моя. Это не имеет значение. Это суды Божьи. Я семь раз в день буду становиться. Семь раз в день. Каждая молитва примерно семь минут. Мы, три святоя у нас есть такое. Ну, спросите, что такое три святоя. Это Царю Небесный Утешитель, да очень наш. И сто поклонов. Сто поклонов. Это вот такая лестовочка. Это может где-то приобрести. Я не знаю, видно, нет вам? Видно, видно, да. Видно. Это десять. И вот как молимся. Десять это Господу нашему Иисусу Христу, Божией Матери, Ангелу Хранителю, Иоанну Хрестителю, Николу Чудотворец, святые пророки, небесные силы, мученики, мученицы, святители Господи, жены и девы. Это все с поклоном. А сейчас в землю кладемся. В землю это значит перекреститься, рука на лоб, на чрево, направо и налево. И поклониться так, чтобы колени были на земле, руки на земле и голова до земли. Это один поклон. Но я не могу, у меня операция на позвоночнике. Тогда поклон точно так же. Левая рука, чтобы доставала до плеча. Ровный крест. Я только в пояс. А в пояс это, чтобы рука могла пол достать. Это поклонов лишнее не будет. Господь говорит, Христос, мы знаем, с чему кланяемся. Кланяемся. И когда подходили люди там, прокаженные, они шли и кладились. Это всегда было. А не так, что мне это не надо. Православие это источник целомудрия, мудрости. Вот смотрите, маленький момент. Антоний, это Макарий Великий был тоже, разговаривает с сатаною. Разговаривает, прям это линия, это линия, линия, линия. Он говорит, почему у меня того нет, сатана? Вот ты, поскольку не ешь, он говорит, я в неделю один раз только вкушаю. А я никогда не ем. А сколько спишь? Он говорит, ну бывает один час в день, это за сутки. А я, говорит, совсем не сплю. А чего не хватает? Он говорит, смирение. Он говорит, терпеть не могу, сатана. Смиренно-мудрее, это главное качество христианина. Ты помнишь? Ты хочешь узнать? Вот у нас трехтомник, толкование. Считай, что сказали святые отцы. И усмири свою душу. Давыд об этом говорит. Там, кажется, 110-й псалом говорит. Не смирял ли я души моей, как дитя тебя отнятого от груди матери? Я не входил в великое, для меня недосягаемое. Я узнал толкование, я знаю все толкование. Но я понимаю, что это тускло, сквозь стекло, гадательно, темное стекло. И этим надо быть довольным. Никаких харизматических выкрутасов не надо над душой делать. Все время радуйся внутренне, не рот душей. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Почему? Это от Бога. Он мне позволил проснуться. Был ангел-хранитель, который защитил меня. Вот мы за два года проехали 80 тысяч километров. Вот мы едем до Португалии, Англии, Скандинавии, Прибалтика. Вот выезжаем через два месяца, это три. Сейчас сбор, ищем там средства, как Господь позволит, благословит. И едем мы где-то примерно 120 городов России даже посетить. И везде это дарю книги. Вот за два года мы прошли 360 городовых сел. В прошлом году 6 мусульманских республик. 15 государств. И это все во имя нашего Христа. Мы видим плоды, когда звонят люди, вот как вы, которые отходили, не знали. Вы только помните, если вы были у баптистов, что хорошее было, не похулите, сохраните себе. И люди, которые ваши друзья были там, вы им расскажите, какое сокровище в православии. Если они будут говорить, с чего у нас не хватает, скажите, у вас не хватает епископов. Вам не нравится православное, пойдите к католикам. Есть пять ветвей, вот из одного ствола идут. Православие. Вот я запишу сейчас, запишу, вот пять вот этих вот. Ну, коротко. Православие это старобрящество, где священство есть. Второе, католики, это старые новокатолики. Вот два. Третье, Григорино-армянская. Она апостолическая называется. Григорино-армянская. Четвертое, Копты. Копская церковь. Копская. И пятая, Сирская. Сирийская. Все. За пределом этом церкви нет. Это одна. Это она одна. Мы в чем-то разимся, но у нас апостолы. Сошествие Духа Святого идет через руки апостолов. А остальное другой дух. Если баптистам не нравится православное, им подсказать. Вам не хватает, получите епископат. Изберите лучших ваших старших пресвятеров. Направьте Григорино-армянам. Коптом поехать. У кого есть, вот я назвал их. И получите. И тогда остальных перерукоположите. Пусть у вас икон не будет. Пусть вы Божьей Матери не молитесь, лишь бы не хулили. Не хулили. Пусть 66 книг Библии будет. Пусть все это будет как то, что вами не... Но пока нет епископа, у вас нет литургии. У вас нет причастия. Нет таинства. Вы не церковь. Церковь там, где по Слову Божию. Он поставил апостолов, они рукоположили епископа, а те благодать передается только так. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. А откуда больше? Джон Смит сам на себя руки возложил и покрестил. Это обман. Ну да. Вы всегда помните, где вы были, что я вот обратился среди 50-ствующих. То есть я с детства верующий, но там я обратился, то есть получил Библию. Я там не был. Ни одного дня. Но там получил Библию, я там принес покаяние. В 23 года. Я искал. Меня уговаривать не надо было. Дали книгу, я через 5 минут уже все принял. Я искал, переписывал разные брошюрки атеистические. И вот 51 год я живу в этом на Каме. Это мой Бог. Я вспоминаю добром. Если Господь позволит нынче, как было 27 сентября 1962 году, в 17.00, город Винспос-Латвия, побыть там в этом году, склониться на тех же половицах и там прославить Бога. Там начался мой новый путь. Я учился в высшем мореходном на корабле. Все оставил сразу. Да, я смотрел это в роликах. Ваш путь и как вы начитывали. И Архипелаг УЛАГ, и Иоанна Златоустова. Запись. Очень большой вытруд сделали. Это вообще прям я вот когда услышал об этом, я думаю, ничего себе. Еще в те времена же так это не просто было. Там КГБ и все такое. Действительно, это было не так все просто. Ах еще. Они меня по пяти тюрьмам протащили. Вот, вот, да. Это просто подвиг был какой-то. Я просто так думаю, что некоторые люди этого еще не могут не доценить, не понять некоторые. В смысле вашей труды, ваш труд, то, что вы сейчас делаете. Просто некоторые люди еще, ну, не могут это понять. Некоторые думают, что вы в прелести находитесь, вы там хвалитесь чем-то. То есть, я вот сразу увидел, как вот только первый раз вас услышал, я сразу увидел, что это горящая душа к Богу. И там никаких сомнений не вызвало, но потом думаю, как, ладно, чтобы, как сказать, чтобы немножко еще посмотреть, еще послушать, чтобы утвердиться в этом действительно так, и что вот отзывы какие идут, и там разнообразные вот эти нападки на вас тоже. О, это, это да, это действительно, вам дай Бог, дай Бог сил, дай Бог в вашем труде, вот в этой повестке, чтобы, ну, все было хорошо, благодатно, то есть, чтобы вас Бог оберегал, и дай Бог нам молиться за вас, кто вот, ну, неравнодушен к этому. Прямо на молитву я даже поясок, поясок вот, поясок завязал, вот-вот, поясок на рубашку. Ну, молодец, видишь как, пояс должен быть, пояс должен быть, что у меня в Библии говорит об этом. И я даже думаю, пусть я даже с внешнего чего-то начну, вот, ну, как бы, с внешнего чего-то начну, вот так вот, но лень буду побеждать как-то, вот, меня лень просто, лень, лень, вот, и все. А потом, как встал на поклоны, немножко разомнул вот этот вот, это, как, позвоночник-то, да, так я потом целый день летал, как на крыльях, потом думаю, вот ведь и в физическом плане, и в душевном, и в духовном это плюс только, вот, интересно. Бороду-то почему бреете? Бороду брею, вот, я тоже вот задумался над этим, думаю, а я это, кстати, как, я вот когда работал, да, я в охране работал сутки через трое, и как иду на работу, я брею бороду, потом дома я ее отращиваю и не хочу даже бриться сам, то есть пусть она вольно растет, пусть это все, потом, и когда в выходные прихожу на работу, меня начальник видит небритым, он говорит, а что это ты небритый? Я говорю, так я отдыхаю, зачем мне бриться? Я говорю, пусть вольно растет борода, вот, потом ее снова приходится бриться, ой, так неохота мне бриться. Ну вот, и потом, значит, а сейчас-то вот не работаю, но иногда бреюсь из-за чего? Ну, иду вот, допустим, документы делать какие-то, еще что-то там, и, то есть, чтобы не подумали, что бомж пришел или что, то есть там и фотографии надо, ну, делать, и я вот только из-за этого брюсь, все. Это лукавая отговорка, лукавая, потому что вы скажите, бомж, что, Фридрих Энгельс это бомж? Нет. А Карамарс? Нет. Ну, понимаете, Ленин с бородкой. У Сталин был, сел, у Хрущева уже на голове еще нету. Прогресс. Вот-вот, Игнатий Тихонович, я вот так вот тоже вот задумываюсь, уже думал, не отпустить ли мне бороду, просто посмотреть, как она будет, как вид с ней будет, вот, просто вот, ну, меня сейчас ничего не сдерживает-то, в общем, к этому. Нет, ради этого, Евгения, ради этого не надо. Вы это делаете по страху Божию, а это вы сбреете пять раз. Бог так усыновил. И когда над слугами Давида, вы знаете, насмеялись, бороды им наполовину обрезали, он их не пустил в Иерусалим земной. Отправил в город Ерехон, проклятие, пока не отрастут бороды. А мы идем в небесный Иерусалим. Все иконы пройдите, все с бородами, не считая ваши там, Патилемона. Посмотрите картины Поленова, Сурикова, Верещагин, посмотрите какой, Макаров. Даже попов там, как у Хошимина, несколько волосинок, и они нетронутые были. А вот я хотел еще раз спросить, вывод на загранпаспорт тоже с бородой же фотографировали? А как же. Значит, можно на документы с бородой? Еще себе, минутку, минутку, подожди-ка. Еще себе вопрос, меня пропусти-ка здесь. Сейчас я покажу ему. Вот он здесь. Это. Я на военном билете с бородой. На военном билете. О которой бреются, Протопопа Вахум называл блудодейная ересь. Это для блуда. Это. Домосексуалисты все это придумывают. Вот смотрите. Вот он паспорт. Сейчас я покажу, видно его, нет? Да, да, да. Вот я теперь открываю его. Не знаю, тут она блестит, плохо, наверное, видно. Видать, видать. Игнатий Тихонович, видно, видно. Видно. Но это она такая толстая. А вот это вот, тут вторая, тут клеймо-то. Это там она незримая, которая есть. Ну, а дальше все остальное. Вот он паспорт. Я еще раз покажу, можете прочитать. Так, минутку. Все понял, понял. Видно, да. Видно, да? Ага, да, да. Ну, вот. Это просто страх Божий имейте и никогда не прикасайтесь. А чтобы у вас это было уже бесповоротно, помните Колумба, сжег корабли. И никто уже не стал стремиться домой. Вы сразу у бритвы, сегодня же ножом отрубите этот провод, он может быть где-то сгодится. И больше никогда не прикасайтесь. Попросите у Бога прощения. В церковь сходите, достаньте святой воды. Вы хотя поздновато, но начнете. У меня есть эта святая вода дома. Тем более есть. Видите, бритого человека раньше даже не отпевали, его считали за собаку. Ой, да я только рад буду, если буду отращивать бороду. Не надо отращивать. Не надо, она сама растет. Да, 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 да. Слово отращивать не приходится. Отращивать это я где-то что-то должен тянуть там или как. А ну все естественно. У меня не болит ни гланды, не болят ничего. Никакого ухода не надо, оно все чисто. Это мой образ данный Богом. Бог мне дал. У женщины, когда растет борода, это говорит, какие-то гормоны там что-то не срабатывает. Так и у мужчин, которые женоподобный образ имеют. Блудодейная ересь. Вы один раз услышите это. И все, больше никогда не трогайте. Недавно один юноша приехал тут, совсем молодой, 21 год. Я говорю, а ты как бороду начал отпускать-то? Он говорит, ну как, я услышал, что блудодейная ересь. Ему этого было достаточно. Притом это самое маленькое, в малом вере над многим поставлю. Вы никогда с Богом не торгуетесь. Бог повелел, Христос брился? Нет. Апостолы брились? Нет. Что тебе доказывать-то? Возьмите, у баптистов вышел это слово, это есть словарь Ньюстрима, а то сейчас еще вышел словарь. И апостолы все с бородами. Один ям без бороды. Ну, ему лишь 16 было. Это естественно. Вы откроете старые, которые где-то были в Германии, Гутенберг, даже в Германии. Лорд, Эспержин сидит, король проповедников Англии, какая у него борода. Это все галстуки разные, это масонское все. Если рубашка, рубашка должна быть застегнута. А у них какая? Обязательно, чтобы она была застегнута. Так это мелочь. Ну, ты считаешь мелочь, а ты попробуй, тогда увидишь. Вот, поставьте за правило. Вставать всегда в 4.40. Сейчас я запишу. Притом, не за, не когда-то, а прям сегодня. Понял, понял. 4.40. А во сколько ложится, уже сами определите. Сами определите. Сдвиньте график. Молитва должна быть ранее. Почему? Давид говорит, я встану рано. Далее. Предваряю рассвет и взываю. Предваряю. То есть, раньше встал до рассвета. Понял, понял. 4.40. А потом сдвигаете. Вот я когда моложе был, я над этим работал. У меня 2.5 часа в сутки уходило на сон. 2.5 часа. Вот считайте, сколько лег, во сколько встал. Тогда вы много успеете. Вот Эдисон, там по электричеству изобретатель, спал 3 часа. Вот Костик, Елизаров, точно так же. Леонардо да Винчи 2 часа. Понимаете как? Такие же люди. Это труд. А мне все надо. Почему? Отныне Царствие Божие усилием восхищается. Многие бегут на ресталище, но один получает награду. Павел говорит, бегите, чтобы получить. А не так, что я не мог, да раскачался, да спал, чтобы я больше этого не слышал. Да, да, действительно. Точно. Вы знаете, что такое Евгений? Как переводится? Благородный. Благородный. Такая наука Евгеника была. Отбирали лучше. А, слышал, да, да, слышал. И вы себе скажите, я должен отвечать своему назначению. Я должен облагородить и тело, и душу, чтобы наша встреча была не случайной. До свидания. Готовьте вопросы, и когда будут вопросы, в это время вы выйдете на меня. Понял. Понял, хорошо, хорошо. Это в следующий раз когда я могу выйти на вас? Когда вопросов у вас будет? А? Когда вопросов наберется на полтора часа. То есть в любое время? В любое время, в любой день. Я вам не назначаю. Вы мне понравились. Все, понял, понял. Спасибо, Господи. Спасибо за ответ, Игнатий Тихонович. Спасибо, Господи. Дай Бог вам здоровья. Вам сколько лет? Мне 48. Ну, 48 что-то. Ну, юноша совсем. Давай. Ну, ладно, счастливо. С Богом. До свидания. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Молодец. Я понял. Мне там... Вот теперь кто-то там где-то что-то говорит. Ну, что для меня он что-то говорит-то, когда у меня тут радость такая. Вот так. Это сохранилось и сгодилось. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.